Презентация нового номера уникального детского журнала «Пунушка» прошла в этнокультурном центре. Это единственное в России издание, где статьи о культуре родного края выпускают как на ненецком, так и на русском языках. А в регионе журнал пользуется большим успехом. Чем же новый выпуск отличается от предыдущих, расскажет Любовь Пермякова. Этот журнал, словно птица «Пунушка», появляется в округе два раза в год. И уносит читателей как на крыльях в такой родной и в то же время незнакомый край, где каждая страница – это новое открытие. Вот и новый выпуск журнала «Пунушка» распахнул свои страницы словно крылья. Этот журнал – прекрасное пособие для изучения ненецкой культуры, ненецкой литературы, потому что там в каждом номере мы фольклор печатаем, легенды, сказки с красочными рисунками, которые обычно делают дети, и произведения местных авторов. Особенность этого номера, что впервые за 9 лет удалось тираж вместо 500 экземпляров сделать 700 экземпляров. Многочисленные рубрики, в тундре, народные промыслы, стихи, активный отдых, северный фольклор, знатные люди, приметы, родной язык давно полюбились маленьким читателям. Там ненецкие слова есть некоторые, которые я еще не знаю. Я их учу. Одежда очень красивая. Мне бы тоже хотелось ее поносить. Мне понравилось то, что всякие старинные имена, когда были чумы. Одежда очень интересная, всякие узоры и головной уборки интересные. Спасибо. Будешь теперь читать журнал? Да. Этот журнал, выпускаемый на ненецком и русском языке, давно уже стал не просто детским журналом, но и методическим пособием для взрослых. Информацию из этой уникальной книги активно используют учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, готовясь к занятиям и урокам. Новый выпуск журнала «Пунышка» можно почитать в городских библиотеках и библиотеке этнокультурного центра. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал СЕЕР.